Матч сильнейшего первого дивизиона любительской футбольной лиги Щелкова между Рековери и Упалыча стал завершающим футбольным событием пятого тура. Ожесточенная борьба равных по силу соперников разразилась на футбольном поле в Образцово. На 20-й минуте счет в матче открыл игрок команды Упалыча Родион Мутин. Но спустя всего несколько минут с передачи Георгия Агапкина Максиму Райскому удалось забить гол и Рековери сравняли счет. С ничейным счетом 1-1 команды ушли на перерыв после первого тайма. В решающем втором тайме игроки показывали упорную борьбу. Ближе к концу матча Игорь Шевчук из Рековери дважды мог вывести свою команду вперед, но гол не состоялся. После неудачной попытки соперников забить мяч свое мастерство продемонстрировал игрок Упалыча Артемий Укомский, профессиональный футболист, играющий во втором дивизионе футбольной национальной лиги. За пару секунд до конца матча он обошел двух игроков, отдал мяч Ивану Мамину, который поставил точку в игре. Игра очень эмоциональна, много борьбы, много стыков. В принципе по игре было равное. Где-то у нас моменты мы не забили, где-то Рековери проявили себя хорошо и тоже не забили. В целом мне показалось, что игра была до конца равная. Нам чуть-чуть повезло сегодня больше. Вот эта победа, надеюсь, нам придаст немножко импульс. Пока сезон длинный, мы где-то там не смотрим ни наверх, ни вниз, просто играем, будем идти от игре к игре. И если будем выигрывать, будем подниматься, а там посмотрим в конце сезона. По результатам пятого тура команда Упалыча расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы. Но все еще может измениться, ведь впереди еще девять интереснейших туров. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.